Сразу по прибытию в Экибастузский регион министр национальной экономики Алибек Куантыров отправился в село Баед, так как села Экибастузского региона за последние три года не вошли в перечень сельских населенных пунктов, модернизируемых в рамках АУЛ Ельбесыга. Министру было предложено посодействовать во включении села Баед в число опорных сельских населенных пунктов. Вот у вас, в общем, поддержки. Есть населенные пункты в сельских округах, которые соответствуют, в принципе, опорным населенным пунктам по перспективам развития. И мы соответствующие уже обращения писали в Министерство национальной экономики. Думаю, если будет поддержка, можно будет разворачиваться, если уже большой деятельность. На сегодняшний день у нас имеется уже ряд проектов, которые готовы к реализации. Это на сумму более 5 миллиардов тенге, но в разных селах. И в случае поддержки нашего продолжения, то мы будем отдельно комплексно рассматривать и готовить проектно-спектную документацию для реализации этих проектов национальных пунктах. Ну и вот, это по средним ремонтам, значит, подъездных дорог, внутрипостаковых дорог, которые имеются по этому специальной документацией на 1,4 миллиарда тенге. Миллион 800 тысяч гектаров – общая территория нашей сельской зоны. И просим вашего поддержки и просмотрения подмотров. В целом, данная программа АУГБСГ, по ней постоянно расчет потребности. И это понятно, у нас 3,5 тысячи охорных и спутниковых сел, но в целом по стране 6,3 тысячи сел, которым всем надо помогать. Соответственно, они стараемся распределять равномерно между областями, между районами, между селами. Ну, будем особый акцент делать на селах Павлодарской области. Высокопоставленному гостю провели экскурсию по сельской школе, построенной в 1987 году, где сегодня обучается 168 детей и еще 20 дошколят посещают мини-центр, расположенный в здании школы. К началу учебного года в школе проведен лишь текущий ремонт, осуществлен подвоз топлива в объеме 365 тонн. Здание школы, как, впрочем, и все учебные объекты Кибастутского региона, нуждается в капитальном ремонте. Вопрос о необходимости капитального ремонта здания школы подняла на встрече с министром учитель Анаргуль Самешкоза. Были озвучены проблемы, разбитые внутриквартальных и подъездной дорог, нужен сельчанам и Дом культуры. Перспективное село. Сейчас в рамках программы АУЛ Ельбис-Эгэ данное село не входит в перечень опорных и спутниковых, в связи с чем оно не может финансироваться за счет программы АУЛ Ельбис-Эгэ, но мы готовы пересмотреть этот перечень. И именно данное село в связи с его потенциалом и ростом, и в связи с тем, что действительно оно уже практически подошло к критериям опорности, и включить в первую очередь его в перечень. Дальше будем рассматривать возможности финансирования проектов конкретно в данном селе. Далее министр ознакомился со строительством многоквартирных жилых домов в 21 микрорайоне Кебастуза, реализуемом в рамках комплексного плана развития города. В 21 микрорайоне у нас на 22-22 годы были запланированы строительства 8 домов. Из них 3 дома у нас уже полностью профинансированы в прошлом году. Частично финансирование было обеспечено с областного бюджета, поэтому мы уже ввели в эксплуатацию в прошлом году, но мы в этом году дофинансирование с республики получили и начали заниматься реализацией 4-х, 5-х, 6-х, 7-х домов. 4-й уже введен в эксплуатацию, 5-й уже введен в эксплуатацию, мы буквально будем скоро заселять очередников наших. Здесь по 6-му и 7-му домов работы идут, 8-й дом, вот у нас площадка, там подготовительные работы все необходимые уже ведутся. В случае финансирования мы готовы ускорить темпы строительства. Акимгорода также проинформировал министра об общей картине по реализации комплексного плана развития Кебастуза. На сегодняшний день из 114 мероприятий исполнено 12, в работе находится 56. У 26 мероприятий сроки не наступили, в рисках находятся 3 мероприятия. По финансированию на текущий год имеется 80 проектов на 190 миллиардов тенге. Порядка у нас здесь 176 миллиардов тенге, это частные инвестиции, это в том числе у нас ремонт первого энергоблока ГРЭС-1, ну, относительно частные, да. Значит, конвейерная подача угля, это Богатырь реализует большой проект. Кроме того, на ГРЭС-2 у нас начались работы там по третьему энергоблоку. Ну, такие есть крупные масштабные проекты, которые тоже вошли в КПР, они, в принципе, в рамках действующих наших планов реализуются. На финансовую обеспеченность на 23-й год, значит, у нас в целом 63 мероприятия на 346 миллиардов тенге, из них в бюджетах по плану у нас 25 миллиардов, на сегодняшний день уже 6,5 миллиардов тенге уже поддержаны республиканским бюджетом. Остальные, значит, будут еще на рассмотрении. По многим из них уже у нас практически предиспетная документация готова. В рисках на сегодняшний день три у нас мероприятия, это строительство тепловой магистрали, но в целом историю с ТЭЦом и с теплосетями вы знаете. И на сегодняшний день у нас проект, который должен был реализовываться, это на 7,2 километра. Мы его сейчас двигаем на 24-е, до 25-е годы, поскольку сейчас начнет работу республиканская комиссия по в целом состоянию теплосетей нашего города. Строительство малотажных жилых домов в районе Ипподрома. Там у нас тоже вся инфраструктура подведена, там порядка более 400 земельных участков. Но на сегодняшний день мы считаем с экономической точки зрения нерациональным, поскольку стоимость очень высокая и вопросы с реализацией могут стать. Поэтому мы предлагаем заменить эти проекты в комплексном плане нашем на строительство многоквартирных жилых домов. Посетил Халибек Куантыров завод по производству цельнокатных железнодорожных колес ТЭО «Промашкомплект». Ознакомил с деятельностью предприятия генеральный директор товарищества Иван Дычко. Главная задача и перспектива на сегодняшний день – это выход на европейский рынок. Не так давно, буквально две недели назад, мы представили нашу компанию на международной выставке «Инотранс» в Германии, город Берлин, где выставляли свою продукцию и сделали шикарный казахстанский стенд. Для нас это был дебют и на самом деле был очень большой интерес к нашей продукции. Поэтому в перспективе сейчас мы прорабатываем все необходимые критерии для выхода на европейский рынок. Развитие регионов – цель визита министра нацэкономики. В целом, в рамках реализации этой задачи министры посещают аулы, районные центры и моногорода. По Кибасузе я вижу, что город активно развивается, здесь уже более 150 человек живет. Активно ведется стройка, это говорит о том, что есть потребность в жилье, это говорит о том, что в целом город развивается экономически, демографически и действительно здесь необходимо дать дополнительный импульс со своей стороны на уровне республиканского, на уровне областного бюджета поддерживать данный моногород. Причем этот моногород является одним из крупнейших в стране и здесь же находится, конечно же, крупнейшее месторождение в мире, карьер. Поэтому данный город, конечно, на особом счету также. Будем уделять внимание.